Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю для вас очередной новый мук-панк. У нас с вами будут вареники с творогом. Вы просили разнообразие, да здравствует разнообразие! Вареники с творогом у меня ни разу не было на канале, поэтому давайте сегодня снимем. Что это такое? Рецепт будет в инфобоксе, вы можете перейти, приготовить. По маминому рецепту они вообще не разваливаются, сколько бы вы их не варили, даже если вы забудете. Про то, что они на плите. Переходите обязательно, готовьте тоже, я уверена, что вам понравится. Сегодня вообще будет очень много рецептов для маминого канала, потому что мама на самом деле бастует, что на моем канале каждый день 3 видео, а на ее канале в 3 дня 1 видео. Мама вовсе старается, составляет тексты и так далее, но к сожалению, пока что без меня она снимать не может. Поэтому как-то получается так, что она без меня не может снять, и она каждый раз ждет, когда у меня будет свободное время, когда я смогу это все заснять, озвучить и так далее. В этом плане, кстати, немножко неудобно. Мы несколько раз пробовали с мамой, чтобы она сама озвучивала свои видео, и в результате маме не нравилось. Вот есть такие люди, которым не нравится их голос в кадре. Многие просто, может, думают, что я специально хочу участвовать и в этом канале. В том, на самом деле, это не так. Просто конечный результат не устраивает саму маму. Поэтому обычно делаем так. Я стою за кадром с микрофоном. Я озвучиваю в связи с текстом, который написала мама. А иногда и без текста, но когда как? Когда без текста, мама мне говорит, например, скажи на этой минуте вот так вот. А тут повтори эту фразу. Вкусно, очень вкусно получилось. Еще творог достаточно жирный. Вот я люблю, когда вареники именно с жирным творогом. А у нас он деревенский. Просто обалдеть, как вкусно. Это блюдо мне прям напоминает детство. А еще в винегрет. Я помню, мы когда в школе учились где-то в седьмом классе. У нас был такой урок труд. Было два урока в неделю подряд. И получается, на один урок мы готовили, а на втором мы уже это ели. Девочки готовили. А мальчики там что-то стулья делали. Из дерева, в общем, что-то делали. Скалки всякие. Вот. Мы настолько ждали этот урок. Для нас была вечеринка. Что мы приготовим. На следующем уроке посидим. Все вместе покушаем. Что касается продуктов. Например, на следующую неделю продукты распределялись. Например, кто может принести колбасу? Например, я поднимаю руку. Давайте я принесу колбасу. Кто принесет, например, муку? И вот так вот распределяли, а потом это все приносили. Но была проблема в том, что например, одна из учениц могла не прийти или прогулять урок. И в результате получалось, что для приготовления блюда у нас нету одного ингредиента. Не знаю, как сейчас в школах, но тогда это было очень интересно. Мы такие голодные. Считайте, когда идешь утром в школу, тебе никогда не хочется завтракать. Но уже в процессе того, как ты находишься на уроках, ты уже конкретно голодный. И такой сидишь и ждешь труд, чтобы наесться. После пятого класса у нас прям постоянно был этот урок труд. И мне он настолько нравился. Нас учили вязать, не знаю, там шить, то мы юбку шили. и это было так забавно, прикольно. И не знаю, почему, у меня прям в голове откладывалось это. Я помню, мы делали рулетики. Представьте, сколько лет назад это было. 7-8 лет назад. Даже больше. мы делали рулетики. Я до сих пор до точности помню рецепт этих рулетиков. Вот не знаю, почему. Любой другой рецепт из ютуба посмотришь, например, через недельку забудешь. А вот эти рецепты, которые мы готовили там, я до сих пор хорошо помню. Драники мы готовили. Я знаю, как они готовятся. И мне кажется, даже в 95 лет, если меня спросят, я вспомню, как готовятся драники. Весь класс, который друг друга ненавидел, просто во время урока труда все прям так помогали друг другу и объединялись в одну команду. Это было круто. Давайте немножко поотвечаю на вопрос. Айка, расскажи про первую ссору с мамой. Честно, я не помню прям вот первую ссору, но я помню, что мы долгое время с мамой вообще не ругались, очень хорошо понимали друг друга, когда я была маленькая. А когда я стала подростком, я просто перестала как бы общаться с мамой. Не в том плане, что мы были в ссоре, просто я просто перестала ей рассказывать какие-то свои секреты. В подростковом периоде я просто как-то замкнулась в себе, и у меня были какие-то понятия странные, если честно. Мне не нравилась школа, мне не нравилось туда идти, я не хотела об этом рассказывать маме. В какой-то степени меня обижали в школе. То есть, наверное, где-то от 13 до 17 лет я ничем не делилась с мамой, просто держала это все в себе. Рассказывала подругам и так далее. Как-то с мамой у меня были отношения, ну как дочка и родитель. Но сейчас я могу рассказать абсолютно все маме. Некоторые моменты я не рассказываю маме, чтобы она не расстраивалась. Например, что-то плохое со мной произошло. Я стараюсь об этом вообще не говорить маме. какие-то неудачи, например, проблемы на работе. Я допустила какую-то ошибку. Я сама себе думаю, вот я расскажу это маме. Кому от этого будет легче? Ну, к примеру, вот недавно была ситуация, я допустила ошибку из-за своей невнимательности, которая привела к тому, что клиент оплатил чуть меньше за товар, чем должен был. И так как это была моя ошибка, конечно же, справедливее было бы, чтобы у меня зарплаты это вычли. Но у меня вычли не прям 100% зарплаты, потому что сумма была не маленькая. Вычли 60%. Я не стала об этом рассказывать маме. Зачем? Мама не работает. В денежном плане она мне сможет помочь в этой проблеме? Нет, конечно. Тогда зачем ее расстраивать? Зачем это все рассказывать? Я стараюсь рассказывать маме только то, что ее развеселит свои победы. Что-то хорошее. Я знаю, что мама меня очень сильно любит, и если кто-то меня обидит, она готова разорвать этого человека просто в пух и прах. А если у меня какие-то проблемы, я расстраиваюсь. Мама плачет вместе со мной, поэтому зачем ее расстраивать? Все равно она ничем не может мне помочь. Зачем говорить о каких-то плохих моментах? Я вообще за, чтобы даже бабушке не говорить ни одну плохую новость. А зачем? Например, кто-то заболел коронавирусом. У ее сына, например, ну, к примеру, да я просто это образно говорю, например, какие-то проблемы. Лучше вообще ей об этом не говорить. Все отлично, все круто, танцуем. Мне все брат говорит, меньше знаешь, крепче спишь. Меньше знаешь, лучше спишь. Я, наверное, соглашусь с ним. Когда я буду пожилой, я предпочту ничего не знать и жить себе прибиваючи. вообще я такие планы строю себе на пенсию. Планшет, интернет, ютуб и буду смотреть других бабулек. В нынешнее время бабульки грызут семки и сидят на лавочке. А когда мы с вами состаримся, все будут с планшетами сидеть дома где-то на гамаке и писать гнилые комментарии молодежи. В общем, на этом все. Осталось 4 штуки. Но я, честно, наелась. Я уже не могу, в меня не лезет. Было очень сытно и вкусно. Обязательно переходите в инфобокс, там будет рецептик очень простой, быстрый, озвучиваю я. А если вы еще кушаете, желаю вам приятного аппетита, удачного дня. Всем пока!